Олег Валерьевич, ну, вы не сомневаюсь, работая в парламенте, знали то, что происходит под стенами Верховной Рады, реагировали на это, в том числе и в своих выступлениях у трибуны и с места. Как вы думаете, вот это обещание, которое было дано сегодня митингующим и представителям ветеранских организаций, оно будет сдержано по скорейшей процедуре провести все вопросы и выполнить вот те требования, которые были озвучены? Ні, безумовно, не будет выполнено ничего. Згадайте историю із прийняттям закону 44-42 про відновлення дії закону про социальный захист чорнобильців. Напередодні черговой речниці трагедії включили до порядку денного. Но вы даже трибуну блокировали? Так, три дни ми блокировали трибуну, чтобы этот законопроект включили до порядку денного, ее включили, розглянули на вечернем заседании, голосов не вистачило, спеціально фракция БПП розбіглася и отправили на доопрацювание. До черговой речниці катастрофи. Так само и тут. Випустили пар, зустрілися. Там были не только чорнобильцы и аванцы, там были, зокрема, и шахтари из Червонограда, и Селідово. И саме за нашу вимогу сегодня парламент принял закон и включили до порядку денного изменения до бюджета про выделение коштей на зарплату шахтарям, которые работают, но грошей, на жаль, не отримают. Поэтому это все обман. Когда Галагвинский рассказывает, что нужно какую-то комиссию создать, чтобы разобраться, не нужно никаких комиссий, нужно выполнять закон. И не стравлювать правоохранителей с митингующими. Потому что правоохранители – это тоже чьи-то родители, сын, мужики. И они выполняют присягу и выполняют обязанности. И поэтому нужно не стравлювать людей, а делать все, чтобы брат на брата не шел. И чтобы украинцы были вместе. Что нужно делать? Закон должен выполняться. Есть закон. Берите, выполните. А не дурите людей. Принимайте законы перед выборами. Потом в бюджете денег нет. Ни на чернобильцев, ни на афганцев, ни на детей-серит, ни на социальные программы и так далее. А для чего вы законы принимаете? Для чего вы обманываете людей? Но это тоже, кстати, распространенная, увы, практика в Украине, когда подобного рода решения о повышении социальных стандартов или прочего, или даже выполнение закона, как вы об этом говорите, они так сохраняются до выборов. И ближе к избирательному процессу власть такие решения принимает, чтобы продемонстрировать активность. Вот, смотрите, я точно знаю, что сегодня есть возможность поднять зарплаты и пенсии. Потому что в результате нашей борьбы за подвищение зарплаты, додатковое надходление до бюджета пенсионного фонда в этом году, в этом году перевоконание больше 30%. Так же есть возможность поднять минимальные зарплаты минимальные. Кілька миллионов украинцев живут на минимальную зарплату. Влада за указаном Международного валютного фонда хочет поднять ціни на газ, но говорят, что не могут поднять зарплаты и пенсии. Брешут. Как люди могут платить за продукты харчувания, когда они дорожчают. Поэтому, когда у влады, уряда есть возможность поднимать зарплаты и пенсии, это нужно делать сейчас, а не тягнуть до выборов. И поэтому, важнейшее, это просто правда и честность. И не дурить людей, чтобы они не выходили на митинги и не бились один с одним. Есть деньги, скажите правду. Есть деньги, можем поднять на 100 гривен. Завтра будут еще деньги, поднимем на 200 гривен. Перекриют контрабанду на митнице, могут поднять на 5000 гривен. Потому что там минимум 5 миллиардов долларов гуляют. И не нужно ходить за кредитами Международного валютного фонда. Но не перекрывают контрабанду на митнице, потому что ее кришуют силовики. И на этом заработают. И кладут миллиарды в кишени. Вместо того, чтобы эти миллиарды пошли до бюджета на социальные программы, на повышение зарплаты, пенсии. Можно понять, Олег Валерьевич, когда тебе твои пенсии или тех или иных социальных выплат не хватает, а ты открываешь информационную ленту или смотришь телеканал «Низуан» и читаешь, например, про премии в «Нефтегазе». И думаешь, ну слушайте, там премии в миллиардах начисляют чиновники сами себе. А тут, когда деньги вроде бы и в бюджете предусмотрены, и, как вы говорите, они есть, эти решения не принимаются. Трудно тогда судить людей за эмоции, за акции, за где-то вот какие-то такие, знаете, и высказывания, которые мы сегодня слышали в отношении народных депутатов и правительства в прямом эфире, абсценную лексику, я имею в виду, и так далее. Абсценная, что это за лексика? Нецензурная лексика. А, ну так и скажите. Послали далеко, правильно и сделали, там много послать надо. Абсценная лексика, мы такого не учили. Пан Олегович, еще до грошей, мы сьогодні просто запитание поставили нашим громадянам, нашим глядачам и людям, щодо того, чи є гроші на підвищение цих виплат социальных громадянам и ветеранским организациям, зокрема и ветеранам самим. Нагадаю, це запитание таке. Чому держава в необходимой мере не пиклуется про громадян? Просто таке запитание. Два вариантии ответов. Первый, потому что не вистачает грошей. Другой вариант, потому что владеет байдуже. Ну вот, пожалуйста, я к тому, что и люди прекрасно понимают, какое реальное положение дел. Ну, по-перше, я думаю, что правильна, відповідна быть два запитания. И грошей не вистачает, и это правда. Их никогда не вистачатиме, коли в Украине торгуватиме сировиною и дешевой рабочей силой. Так что, чтобы были гроши на социальные выплаты, на медицину, на освету, треба радикально зменить экономичную политику. Препините торговать сировиною, дать дешевые кредиты национальному бизнесу, снизить вартість энергоносеев для того, чтобы была конкурентна наша продукция, поддерживать маленький и средний бизнес, створить все условия для экономического развития, и торговать готовой продукцией. Тогда будут гроши. Что до байдужести, владеет тоже правильно. То есть и та правильная, и та правильная. И грошей не хватает, и влада байдуже. Мы не засудживаем людей, мы, наоборот, их поддерживаем. Кожна людина, чорнобильцы и афганцы, правильно, скажут, мы вас не посилали. Они выполнили свой обязатель. Есть закон, его нужно выполнять. Мы это поддерживаем. А чтобы было за что выполнять, мы предлагаем новый экономический курс, который даст возможность, когда я прийду до влады и буду президентом, выполнять все законы и все социальные программы. Продолжение следует...